В нашем очередном восьмом уроке мы сделали открытку, основой которой является сцена с тремя фонами. И благодаря тому, что мы меняем фоны, у нас происходит анимация открывания открытки. Во второй части этого урока мы немножко закрепим, что как называется, для того, чтобы потом грамотно использовать все изученные термины. Уже в названии урока наверняка ты видишь не совсем знакомое слово «локации». Давай разберемся, что такое сцена, фон, локация, еще какие-то названия. Мы с тобой делали анимацию. И в анимации у нас была сцена, у которой менялись фоны. И в открытке то же самое. У нас есть сцена с тремя фонами, они меняются, и мы анимируем открытие открытки. Наверняка ты уже использовал этот прием в своих других мультфильмах. Это похоже на то, как в театре у нас есть сцены, на которые меняются декорации, и мы переходим в разные ситуации, в разные истории. Когда же мы работаем с созданием игр, говорят о локациях и уровнях. Локации и уровни создаются на сцене или сценах, в зависимости от инструмента, у которых есть фоны и спрайты. Вот они создают, собирают локации. Все это используются, вот эти вот термины, локации и уровни, в такой области, которая называется геймдизайн. И если ты будешь геймдизайнером, ты будешь разрабатывать локации, которые будешь описывать, что где находится, как размещается, где какие дома, там еще какие-то персонажи и прочее. И у тебя в игре будет много разных уровней. И буквально в следующем уроке мы создадим игру с разными уровнями. Ну а сейчас небольшой бонус. Я подготовила для тебя небольшой мультфильм. Сейчас я его запущу, ты увидишь, как он работает, а потом покажу, как он сделан и надеюсь, что ты справишься сам и сделаешь похожий. Поехали! Вот так постепенно мы видим, как у нас рисуется картинка. И это происходит бесконечно. Делается это очень просто. Если посмотреть внимательно, сначала у нас есть спрайт кота, и он просто нам говорит, смотри, в течение двух секунд, а потом прячется. Все просто, его можно, в принципе, даже убрать. А на сцене у нас, смотри, какие фоны. Вот так вот их много. Первый фон с картинкой, ты можешь взять любую картинку, а потом я дублировала, правой кнопочкой дублировать сейчас не буду делать, и потихонечку подтирала пластиком. Просто брала ластик и подтирала части. Потом опять дублировала, подтирала и так далее, и так далее. И у меня получилось много-много фонов. Постепенно-постепенно котенок исчезал. Ну и когда мы запускаем, смотри, что происходит. Вот, меняются фоны, но меняются от последнего к первому. Видишь, наоборот, он как будто бы появляется. Сначала я его стирала, а теперь с помощью анимации он потихонечку появляется, картинка отрисовывается. Если мы посмотрим скрипт, то здесь все очень просто. Сначала фон, ну вот здесь вот я торопилась, поэтому не ввела нормальное имя фону. Но по цифре, последней цифре, сначала фон последний, 57-й. Вот здесь, если мы его выделим, он белый. И здесь вот не вмещается, просто можно выделить мышкой и протащить до конца. Мы увидим, что в конце у нас 57. То есть от последнего начинаем. Потом ждем 2 секунды, пока нас приветствует наш спрайт. И в цикле всегда мы просто меняем фон на предыдущий. Сменить фон на предыдущий. Вот наша команда. Вот эта вот первая. И здесь выбираем из выпадающего списка. Вот здесь надо нажать на стрелочку и пролистать. Вот мы пролистываем. И находим предыдущий фон. Вот таким вот образом. Можно также следующий. Но нам нужно с конца, поэтому предыдущий. Ждем немножко. И потом будет следующий, следующий, следующий. Точнее предыдущий, предыдущий, предыдущий. Вот по этому примеру ты можешь сделать любую интересную анимацию. Такую волшебную. Я желаю тебе успехов. И напомню, в следующем уроке мы начнем уже создавать многоуровневые игры. Но для начала сделаем, конечно, один уровень. А потом постепенно перейдем к следующему. До встречи в следующих уроках.